Всем привет, подписчики канала Team Spirit. Сегодня я записываю гайд на антимага. Постараюсь в кратце и чуть-чуть в деталях объяснить, как работает этот герой и в принципе геймплей на нем. Начнем с лейн фейс. Что умеет этот герой? На этом герое сейчас покупают, как и всегда, кольцо. В принципе, мой геймплей заключается в том, что ты должен разменивать свои ресурсы хп на вражеские ресурсы хп и маны. Но как бы надо знать грань и не перенаглеть и не умереть, потому что герой достаточно слабый по статам, то есть у него не так много хп, не так много армора, то есть вы не можете бежать в пачку и драться просто с фаргом. И поэтому вы должны соблюдать грань и выходить в размены. В идеальных условиях вы нападаете через просто не через блинк, просто бежите на врага, берните ему ману, если смогли дать 3-4-5 тычек, враг вас тоже пробил, блинк аут обратно и стоите, регенитесь на кольце. Стартовый билд, как обычно, цирклетка, танго, ветка, топорик, стик. По билду, потом, в зависимости от ситуации, стоите ли вы против физовиков, если вы стоите против физовиков, вы можете купить кольцо, потом два бэнда, либо сначала бэнд, потом кольцо. Сентимагом хорош на линии любой герой, у которого есть либо хил, стан, зацеп, слоу, милишник, рэндж, то есть ему не важно, потому что он может легко сократить дистанцию и спокойно напасть через блинк, если ситуация располагает. Очень важно на этом герое самое главное это чувствовать, когда вы можете наглеть, когда вы не можете наглеть. В принципе, вы, скорее всего, всегда, если против вас не стоит какой-то контрпик типа Слардара, вы всегда будете выходить с линии больше, чем вражеская тройка, потому что он всегда использует манго, какие-то кларити, он должен доносить себе ресы, танго или там копить на кольцо, но не будет добивать крипов из-за этого, потому что вы всегда бернете ману и врагу, в принципе, очень сложно выиграть по нетворсу. Скилл билд почти всегда у вас одинаковый, вы качаете монобрик, потом блинк, монобрик и потом контерспелл. На пятом левеле ситуация, на самом деле, разница. Если вы можете доминировать линию, вы качаете монобрик на седьмом в четыре. Это увеличивает скейл, слоу и моноберн. Если вы можете стоять драться на мужика с вражеской тройкой, вы это делаете и как бы доминируете за счет этого линии. Если вы не можете драться и вы понимаете, что вам надо будет много двигаться по карте, много делать мувов, то есть быть мобильным там с седьмого, восьмого левела, вы прокачиваете, оставляете монобрик в два и прокачиваете блинк в четыре, на восьмом. После лейнинга у вас есть два варианта, либо вы остаетесь на линии дальше, если вас не могут выгнать, то есть если вы стоите против, не знаю, условного акса, который не в мете, но на этом примере скажу, вы покупаете просто против него вангвард и вы стоите на линии до талого пока вас, ну, пять героев не придут выжимать, но и в этой ситуации вы можете просто принять драку с этим вангвардом на своем тавре. Если вы не можете стоять, против вас очень сильная линия типа Слардара, вы пытаетесь сделать мув на противоположную часть карты, то есть улететь в топ, если вы за радиант или в бот, если вы за дайер, пытаетесь сломать вышку и открыть себе пространство для фарма. По передвижениям по карте, после ленинга, все зависит от того, насколько сильно выиграли вы или проиграли early game. Если вы его проиграли, проще всего будет сплитить под каким-то саппортом, делать такие мувы, ломать вышки, забирать вражеский лес и за счет того, что вы быстрее, чем большинство героев в доте, вы будете успевать это делать и убегать в сейв зону. Драться вы всегда можете под пауэрспайки, там манта, абисал, скадди, бабочка, аганим, что уже выберете. Деретесь под пауэрспайки и пытаетесь контролить Рошана, ну как и на любом герое в доте. Если враги забрали Рошана, вы почти всегда пытаетесь растянуть аегис за счет того, что у героя, как я и говорил, большая мобильность. Вы пытаетесь выиграть время до вашего появления артефактов или до конца аегиса против условного ТБ. Так, мне кажется, всегда надо делать, если вы не можете, если у вас нет там условного марса, у него там манта скади, а у вас просто манта, вы все равно можете принять драку и ну просто убить его за арену. Драки принимать надо аккуратно, либо байтить на себя. То есть, если вы там сплитили уже пять раз одну и ту же линию толкали, вы можете заколить смок под себя и за счет этого убить enemy. Либо вы просто распушиваете линию, тэпаетесь, нажимаете смок с командой. В принципе, все как обычно. Просто пытаетесь думать, где могут быть враги и успеют ли они подойти к вам. То есть, хватит ли им мобильности, чтобы вас закетчить. И всегда думайте о том, какие герои вас ловят по карте. То есть, есть ли у врагов Баратрум, есть ли у врагов Раста, Рубик. То есть, вы отталкиваетесь от позиции этих героев на карте. То есть, есть ли у врагов Тинни, там Дизраптор. Если вы их не видите, скорее всего, на вас нажимается, как говорится, смок и вас убивают. Лучшие нейтралки это, как всегда, наверное, на любом керри. Это Passes and Mask и Brom Handle. Второй тир очень сильный на нем смотрится Dragon Scale, потому что вы не покупаете шмотки на армор. То есть, у вас армор идет только чисто Агилы, Яши, Манты. Dragon Scale очень сильно помогает на пуши таверов. Вы можете даже манту оставить, и она снесет там 30-40 процентов тавера под Dragon Scale. Еще сильная нейтралка это, как обычно, Брикадсблейд Аквила. Аквила на нем смотрится очень хорошо, потому что вы всегда используете манну на блинки, манту. И с Аквилой вы можете вообще не жалеть манту, не доносить Clarity. Вы можете просто стоять и, ну, по КД качаться. То есть, вам ничего не мешает наводить суету на карте. Лучшие нейтралки тир-3 это Эльвентуника, Майндбрейкер и Паладин Сворд. Все как обычно. Лучшие нейтралки тир-4 это почти всегда Ninja Gear. То есть, если у вас есть Ninja Gear, вы его всегда берете. Шмотка очень сильно бустит вашу позицию, очень сильно бустит ДПС и, в принципе, ваш муммент. Вы можете не бояться вардов, искать героев и не бояться, что вас где-то будут ждать враги. Тир-5 это Экс-машина, потому что у вас в лейте на 60-й минуте будет БКБ, будет Абисал, Блатторн какой-то загулявший. И за счет этого, ну, эти шмотки вы будете нажимать два раза, а то и три за драку, потому что, ну, КД слишком маленькая у шмотки. 1xbet — официальный партнер Team Spirit. Переходи по ссылке в описании, чтобы болеть за нашу команду было еще интереснее. Против антимага, на самом деле, в данной мете не много троек есть, то есть, которые его закрывают. То есть, тот же Слордар, Акс, Тимбер, Андерлорд — все эти герои не в мете. Вы почти против любого матча постоите. Самое главное — это именно четверки, которые против вас, потому что есть четверки сильные. Например, Скай — он по игре будет юзалис, но у него есть контроль на линии в виде сайленса, и вы не можете, ну, агрессивно играть. Братрум вас ловит по карте. Любой станнер, любой сайленс — вот примерно эти герои. Против антимага хороши на керри — это дровка, ТБ, МК. Любой герой с физдэмэджем против него хорош. Ланая — фантомка, но она не в мете. Сларк против него очень хорош, потому что он может всегда вас ловить по карте. У него больше вижена. Он тоже мобильный. Он может вас ловить на сплите. Ну, а вы ему как бы помешать не можете, потому что у него инвиз, неуязвимость. Если видите, например, Марса, у врагов Дума, Марса, какого-то, вы можете спокойно пикать антимага. Значит, у вас будет почти всегда фул фри фарм, и вы, скорее всего, выиграете игру. Ну, игру вряд ли, но линию точно. Таланты я всегда беру на десятом минус одну секунду блинка. Мне кажется, это очень сильно скейлит вашу мобильность. Если игра идет там 30 плюс минут, эти АТ 1 секунда очень сильно зароляет. Вы намного быстрее будете по карте именно омываться. На пятнадцатом левеле я беру 0,6% к манабрику от маны. Это очень сильный талант в совокупности с Аганимом, если вам нужен, с мантой. Талант просто ОП. На двадцатом всегда беру 250 кранжу блинка, и на двадцать пятом минус 50 секунд мановоида. Это очень сильно вас ускоряет и по игре, и на файте вы можете дать 2-3 мановоида, если драка затяжная. В мидгейме этот герой очень сильный, мне кажется. Та самая сильная его сторона, даже не лейт, потому что в лейте появляются хиксы, контроль, айон диски, вы не можете взрывать героев. А в мидгейме именно если у вас хорошая игра, вы покупаете там бабочку или БКБ или Скади, и вы просто с этими шмотками принимаете драку и заканчиваете игру, грубо говоря. Самый лучший фокус для вас в драке, прям идеальный — это герой, на которого вы можете блинкануться, при этом не тратить манту, потратить только Abyssal или наоборот и просто за один блинк убить саппорта. То есть любой контроль у вас в приоритете. Герой, который мешает вам мываться по драке. Там Рубик, Раста, какой-то МК, четверка, Баратрум. То есть всех этих героев вам надо первыми фокусить драки. Либо если вы играете против какой-то условной дровки и у вас уже есть БКБ манта Abyssal, вы можете всегда прыгнуть на нее, убить ее за прыжок и потом уже по драке спокойно умываться. Вы выцепляете самую полезную для вас цель в драке, нажимаете blink, манту, потом Abyssal. Главное не наоборот. Сначала Abyssal, потом blink. Просто берните ману и если вы понимаете, что человек не может нажать БКБ, то есть у него очень мало маны или у него нет стиков, вы просто не нажимаете мановоид, ждете, потому что у мановоида есть АУЕ, ждете пока он пойдет к тиммейтам и потом взрываете. Если вы понимаете, что человек может нажать БКБ после вашего прыжка с Abyssal, то есть у него хватает маны либо у него и стик, как это ранняя игра. Вы нажимаете ульту сразу после того, как чел выходит с оглушения, еще простаниваете его, чуть-чуть даете лишние тычки, ну и дэмэдж проходит. С антимагом лучше всего сочетается контроль, потому что на героя можно играть по-разному. Вы можете играть через аганим, то есть покать врагов постоянно иллюзиями, показывать их позицию и за счет этого умываться по драке. И если у вас там будет либо шейкер, либо какой-то рубик, вы всегда можете дать аганим, дать чуть-чуть иллюзий, враги уже потеряют хп и от этого уже как-то драться. Лучше всего это контроль и либо какой-то под сейв, то есть шадоу демон, оракл, дазл. Вы можете спокойно идти вперед, не бояться, впитывать кнопки и после этого спокойно разворачивать драку. Айтем билд на самом деле разница, но первые шмотки почти всегда одинаковые. Это БФ манта, потом вы смотрите. Если вам, если вам очень трудно заходить в драку, то есть там есть какая-то дровка или террорблейд или какой-то физ ДПС, либо очень много контроля, вы играете через аганим, вы покупаете после манта аганим и за счет этого аганима вы можете очень легко принимать такие драки на дистанции. С талантом на 20-м у вас еще скелется аганим рэндж, потому что он зависит от дальности вашего блинка. Если вы играете в легкую игру для антимага, то есть вам надо просто статы прыгнуть и впитать дэмэйдж и дать дэмэйдж, вы покупаете после манта скади, потом вы покупаете либо фляй, либо вы покупаете Абисал, там уже по ситуации. Если вам нужен контроль в игре, то есть у вас его не хватает, вы покупаете Абисал. Если у вас хватает, вы покупаете бабочку. В почти всех играх, насколько я понял, нужно бкб на антимаге, иметь третий, четвертый, пятый шмоткой, потому что у врагов с течением времени появляется много контроля, появляются хексы, орчиды. Все это надо как-то переживать, либо заходить драку первым, и бкб очень сильно помогает. Если вы играете против физовых коров, лучше всего будет ответ либо алибарда, либо бабочка, в зависимости от ситуации, насколько хорошая игра или плохая. Скади против ранжей, ну, в принципе, все как обычно. Антимаг такой типичный керри, у которого обычные билды, и можно ничего не придумывать, и спокойно играть как бы обычными шмотками в большинстве игр. Радик на антимаге не нужен. Эта шмотка очень мало вам дает. Она дает вам только мясы, которые вы покупаете с бабочки. Единственный случай, при котором вы можете купить Радик, если у вас 5000 ПТС. Ладно, не так. Если у вас 500 ММР, у Кости 500 ММР. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите на каких героев еще хотите гайды. Мы с удовольствием их запишем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова